приветствую зрителю канала продолжаю комплектовать набор baltic состоящий из спиннинга abu baltic катушки кардинал 83f и спиннинг и катушка 98 года теперь я подбираю приманки которые относятся к балтийским странам балтийских производительных северных каких-то стран так единственная abu garcia блесна который у меня есть это обудропен весом 8 граммов черным лепестком и белыми точками назвать сложно какими-то каплями так достаточно традиционно выполнена блесна ничего такого особенно нет где вы еще у фирменной блесны увидите что лепесток вращается на бисеринке пожалуй только у абу garcia так дальше не оригинальная но имитация блесны vip от мира написано швеции так далее но это какие-то китайские китайцы и делали поэтому блесна довольно посредственно в целом но нам не есть посмотрим может быть она вполне рабочий окажется то что я не такой не ловил так две блесны вот на stream тоже имитация блесен фирмы мир он достаточно аккуратно качественно сделано даже с перимец и сарки на хвосте почему-то в работе несмотря на то что они работают нормально рыбу не особо привлекают так было 5 2 у отца осталось три блесны выпускает их blue fox модель к сожалению забыл как называется на самом деле конечно тоже китайский китай в плане того что я точно такие же видел от фирмы бальцер наверняка есть еще от каких-нибудь фирм заводится так себе плоский грузик в виде не знаю половинки рыбки работать то работает но почему-то не прям а то есть я бы не назвал блю фоксами назвал бы китайцами так это блесна из советского какого-то набора но это имитация обу атом довольно странная блесна называется абу амулет покупалась давным-давно на птичьем рынке выполнена из какого-то тяжелого сплава сильно я сомневаюсь что это оригинал скорее всего это отливка с оригинала и есть вероятность что это не она не была изначально из такого свинцового сплава были с красными наклейками и зелеными наклейками наклейка давно утеряна здесь просто покрашена маркером но держится на этом металле довольно неплохо рыбу не ловил но особо и не ловил не когда-то было жалко сейчас попробую но не уверен что она что-то может хотя в принципе почему нет потому что играть играет я пробовал так блесна от салма причем старого образца мк2 еще русскими буквами написано ну тоже в балтийского производства получается вообще комета с точками номера получается наверное 24 грамма весит с белым достаточно интересно выполнен грузиком на рыбу почему-то особо не привлекает так 2 блесны перед перебирал уже их неоднократно зачем-то не помню так имитация абу рефлекс но не совсем точная рыбу тоже почему-то не привлекают хотя работают как это тоже шекспировская блесна даже название какой-то есть не знаю не целиком пропечаталась не знаю имитация чего был набор куплен каких-то блесен китайских скорее всего к шекспиру отношения не имеет но работать работать опять же по рыбе так себе не работает к сожалению так новые блесны одну уже успел оторвать неудачно обрыбить не успел называется blue fox bullet попались по совершенно какой-то дешевой цене поэтому был куплен 4 1 к сожалению погибло вращаются на оси с медным лепестком и красно-черным рисунком красным грузом заводится хорошо работает хорошо так и аналогичные черные только с латунным их осталось две так дальше вот это у кого если есть ребята готов поменять на что-нибудь другое в 90 продавались блесны под названием хобби рефлекс и хобби лонг с большой надписью на картоне мустат были еще несколько моделей этой фирмы к сожалению сейчас найти их нигде не могу блесна абсолютно рабочие работает очень хорошо единственное что здесь вот бусина была пластиковая она лопнула и была сейчас заменена на стеклянную даже после моих вмешательств рабочие и абсолютно хорошо работающая приманка где бы найти бы еще бы с удовольствием приобрел так и воблеры остались имитация раполы классического дизайна с птичьего рынка достаточно качественно и рабочие поэтому в качестве тот же рапова будут оставлены так салмовский воблер составник почему-то я им особо не ловил потому что видимо на тот момент меня твичинга вы интересовали а он вот видите такой составник к сожалению пластиковая вот эта задняя часть задний поплавок пострадала от ближайшего какого-то твистера в остальном вроде бы неплохо сохранился так это другая салма это правда больше я думаю но в качестве классического воблера дипа сойдет покупалась и пробовалась на море ничего не было поймано очень глубоко глубоко заныривает благодаря такой здоровенной лопате воблер скорее всего как самоубийца одноразовые окажутся на наши в наших условиях есть хорошее место где мне надо бы на него попробовать того что и там есть судачки так попробуем там вдруг выживет не ошибаюсь воблер фирма аса латвийской или эстонской кого-то из прибалтийцев деревянный то есть бальцевый работает но почему-то рыба не ловил давно давно в 90 был куплен остался практически как новое единство мне кажется лак немножко пожелтел но рыбы так и не был сужен ни разу обязательно надо еще раз попробовать так воблер от фирмы storm это поверхностник модель к сожалению не знаю практически без заглубления где-то в районе кувшинок там на такую штуку можно попробовать половить так и тоже самовский воблер модель тоже не помню вы с такой ступенчатой классической лопатой покупался на каком-то развале без крючков крючки состоят какие-то вообще ужасные надо будет поменять и все-таки попробует на нее нормально половить из-за того что лопасть слегка криво вклеена возможно поэтому был забракован фирмы производителем ушел в какие-то развалы но подгибом петли отрегулировать вполне реально так это пока то что у меня нашлось и будет использоваться к этому выпуску были куплены блесны но стрим два набора я уже показал наборы так себе и к этому проекту не пойдут скорее всего эти блесны пойдут скорее всего всем мешком всем комплектом потому что они вполне себе качественно сделаны по крайней мере на вид мало осталось на камере место в смысле на карте поэтому просто покажу какие так туни вот значок видите на на стриме норвегия такие же были на коробке я хотел коробку фирменным норвежском виде сделать но в стрим здесь по крайней мере позиционируется как фирма норвежская блесна собраны на тайване так модель называется туни я их брал по две штуки весит 5 граммов белый лепесток красные точки и отверстие по краю эти вот блесны вполне можно считать замены оригинальных мироновских каких-то так блесна гад тоже медная 3 грамма так блесна пенти медный двухцветный грузик довольно интересно и здесь тоже двухцветный весит 5 граммов так блесна туни с черным лепестком и золотистыми точками так блесна пенти просто блестящая и весом 3 грамма так блесна окай какой-то царапины на лепестке оригинальная форма лепестка сохранена и грузика выглядит довольно похоже на оригинальной 3 грамма так пенти трехграммовые так фэнси флай а где флай то господи лепесток во-первых гнутый я вижу во-вторых заявленная вроде бы мушка отсутствует двухцветный лепесток черно-оранжевый достаточно контрастный интересный с отверстиями мирон вип это блесна изначально так вот эти мэрбл флай здесь флай есть и это имитация абу рефлекс эти точно пойдут в этот набор потому что по размеру и весу подходит вполне и достаточно неплохо выполнены медная и белая других у них там цветов не нашлось так пенти с золотистыми точками черным лепестком весом 5 грамм так окай черный золотистыми точками 3 грамма фэнси лепесток вполне прямой в отличие от предыдущего они учат ошиблись ребята по моему потому что я заказывал обычно паду по две штуки 1 1 фирмы 1 1 модели а получилось и там и там медные но только разные лепестки ладно нету почему-то никакого никакого никакой мушки увы так дальше еще одна гад черно-золотистыми точками так вот эти блесны составит основу комплекта для да не плен не плюс на я приманки потому что здесь еще и воблеры составе колебалки составят основу комплекта обо балтик и будут на одной из рыбалок использоваться то есть не будут стандартные мэпсы используются будут использоваться копии полукопии имитации тех блесен которые выпущены фирмами из балтийских стран северных поэтому примерно будет соответствует тому что если бы ловилась именно тогда и теми рыбаками то есть не у нас в россии к примеру а в швеции или финляндии посмотрим я думаю хороший вариант как минимум потому что вот эти блесны сделаны очень прилично и по опыту подобные блесны 1 стрима работают в отличие от имитаций мэпсов но тут очень хитрые лепестки чаще всего используются с немного по подогнутым подогнутым задним краем что соответственно соответственно помогает нормально заводиться лепестку ну и эти блесны изначально созданы для овли на течение поэтому у них как-то менее они менее требовательные к качеству изготовлению потому что течение помогает лепестку запускаться так как набор до 10 то есть блесны 7 граммовые вполне используемые ну и 3 грамма тоже можно использовать потому что производителем тот набор заявлен как ультралайтовый пожалуй достаточный набор для разнообразных условий посмотрим как он себя покажет на рыбалке все пока